всем привет с вами сыромятников и сегодня мы продолжаем строительство моей пристройки значит у меня уже девятый ряд сегодня я заканчиваю мне осталось буквально положить 4 или 5 блоков ну три целых и два с распиловкой вот несколько кусочков блоков мне осталось положить и дальше я буду монтировать опалубку для армопояса итак торжественно заявляю что строительство стены закончено все я сделал девятый ряд сейчас я буду размечать мой будущий армопояс вот я пока до сих пор в сомнениях какой толщины его делать то ли 10 то ли 15 все-таки сделать блин ну вот на дом у меня 20 сантиметров над окнами 30 сантиметров перемычки здесь я хотел сначала сделать 10 над ну армопояс толщиной 10 над окнами перемычки 20 сейчас вот думаю может быть армопояски сделать 15 а перемычки над окнами 25 хрен его знает стоит она там нет вот это все конечно нужно считать по-хорошему иметь проект вот чтобы вот так вот не ходить не сомневаться ладно сейчас подумаю и пока все это сохнет у меня есть время немножко подумать приступлю к разметке может быть буду выпиливать может быть сделаю высоту правда высоты у меня и так уже маловато были уже где-то сантиметров осталось 35-40 я ее буду немного подрезать и тем не менее она уже уклон намечается не очень большой это конечно очень хорошо какая получилась у меня красота чтобы сделать 15 сантиметровой высоты армопояс мне нужно на 5 сантиметров в камень заглубиться и на 10 сантиметров сделать выше поэтому вот вы увидите вот здесь вот линию карандашиком прочерченную и вот здесь есть вот такая линия то есть сейчас я вот в такой вот такой вот формы кусок буду доставать отсюда и потом делать опалубку заливать здесь 15 сантиметров высотой армопояс и 20 сантиметров шириной армопояс вот 15 на 20 с армированием верхнем нижнем поясе все как положено в одном месте я уже начал долбить в принципе пилиться все это легко делаю это кстати болгаркой верни делаю все циркуляркой все это очень хорошо достается вот потом надо будет только здесь хорошенько пыль вымести и буду собирать уже опалубку а и 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 веником это нереально. Пыль в любом случае надо вымести хорошо. Для этого профессиональные строители используют воздуходувки. Я посмотрел, блин, самая дешевая в интернете стоит 2 100. Соответственно, покупать ее сейчас тоже не буду. Попробую выдать жены феном. Возьму у жены фен, она им все равно практически не пользуется. Попробую сделать из него воздуходувку. Может получится. Ну не знаю, посмотрим. В общем, сейчас буду экспериментировать. Так, значит, закончил я выметать стену. Сейчас приступил к опалубке. Вот сначала обыгрываю я оконные проемы, собираю перемычки, потом займусь уже всем периметром. Привет, друзья! Почему я снова здороваюсь в одном видео, второй раз? Дело в том, что этот видос я начал снимать еще получается в ноябре или даже декабре прошлого года, 21-го. Ну то есть начал строить пристройку, вот возвел стену, вы помните, все это подробно снимал. Сейчас у меня идет этап строительства армопояса, который будет потом использоваться как основание для будущей кровли. Наступили холода, у меня закончились деньги и наполовину снятый ролик про строительство армопояса ушел, так сказать, в ящик, превратился в долгострой. Превратилась в долгострой моя пристройка и вот только сейчас, уже конец марта, сегодня 30 марта, я продолжаю снимать материал о строительстве, продолжаю строительство. Вот один из моментов у меня сдуло пленку с крыши, у нас здесь был штормовой ветер пару дней назад, до 35 метров в секунду были порывы. Короче, посрывало всю пленку, поэтому вот этот вот навесик, который я строил долго и упорно, я его сейчас буду разбирать. Но это и к лучшему, потому что мне нужна доска 25 на 150 для продолжения строительства, для строительства опалубки для армопояса. Вот вы видите, за моей спиной уже началось, начал я уже строительство, но доски мне катастрофически не хватает. Поэтому сейчас я буду разбирать этот навес и буду из этих досок продолжать строительство опалубки для будущего армопояса. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну я закончил внешний контур опалубки и утепление этого внешнего контура, собрал перемычки над окнами. Ну понятно, ленточка смешная, где-то 150 на 150 миллиметров, поэтому тут несерьезная, тем не менее, работа требующая времени. Прошли ливни, похолодало сильно. Вот, сейчас я приступлю к сбору арматурного каркаса, но прежде надо вот, тут очень много грязи всякой у меня в ленточке. Вы, наверное, видели, да, как я феном там что-то пытался, дергался. Ну, не помню, показывал я вам или нет, но в Псибай, когда работал, купил вот такой замечательный дубчик, и теперь мне надо заниматься всякой хернёй, типа вот этого фена, ужины брать и так далее. Сейчас я эту пыль уберу и начну ставить арматуру. Пока я тут ковыряюсь в сармопояс, мне вот привезли от Сева Камазик, 10 тысяч рублей Камаз от Сева, помню, года два или три назад было всего шесть. Так что вот, отсев нынче золотой, как в принципе и всё. У меня всё готово, каркас собран, наружная палубка собрана и внутренняя тоже. Все щели запенил, доски обернул в плёнку, в общем, завтра льёмся. Придёт Серёга мне помогать, мы с ним всё это дело быстренько-быстренько зальём. Следний штрих остался, вот, шпильки для крепления маурлата к бетонной ленточке. Всё очень просто, ставлю её к внешнему контуру арматуры, фиксирую стяжками и оставляю до завтрашней заливки. Кстати, дом, который за моей спиной стоит, я там делал не на шпильке. Посоветовал отца, кстати, пап, привет, я знаю, ты смотришь мои ролики. Отец посоветовал мне, так он большой строитель с большим стажем, крепить на проволоку четвёрку. Я продевал проволоку четвёрку в опалубку и заливал её, и получалось, что у меня стропила и маурлата полностью прикручены проволокой, то есть шпилек нет. Вот, ну и вроде как эта конструкция получается надёжнее, но здесь у меня пристройка, пристройка небольшая, а кровля короткая, 3 метра всего получится. Ну вот, поэтому я здесь не стал перестраховываться и проволоку сюда втыкать, тем более, что газобетонные стены, они очень ровные, и потом проволока даст лишние 4 миллиметра штукатурке, а она мне как бы совсем не надо. Я буду сразу же подливать, потому что у меня там 1-2 миллиметра максимум есть неровности. Ну, вот такая вот история. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну что, мы с Серёгой закончили заливку, сейчас стелим плёночку, и на сегодня всё. По традиции опалубку сниму уже в следующем ролике и покажу вам, что получилось. Серёге большое спасибо. Всем пока!